А ну-ка, давай я тебя сфотографирую на этом фоне. Смотри, вот так вот встанешь. Идем по этой вот аллейке. С Настей решили пройтись медленно, потихонечку. И рассуждаем о временах года. Опа! Привет, Уля! Привет, Уля! А смотрите, какой у меня лайфхак. У меня не так. Какая-то собака за мной вязалась. Какого она меня гавкает? Всем привет, мои хорошие. Видео начинаю не утром, как это обычно, а днем, даже вечером. Сейчас иду за Настей в садик. Смонтировала сегодня видео, утром закончила и смонтировала вам видео предыдущее. Не успеваю вовремя, поэтому, девочки, вот так вот спешу. Не поймешь, как. Уже вот нерегулярно снимаю, то утром начинала, сейчас уже с вечера, потому что, не знаю, то ли связано с жарой, какая-то, знаете, сонливость, вялость. В общем, труднее все это снимается и дольше все это происходит, поэтому затягивается чуть-чуть. Сегодня у нас жарко, но, по крайней мере, не так, как вчера, но все равно 32 градуса, жарковато чуть-чуть. Но сейчас солнце уже, день стал короче и солнце стало меньше, поэтому сейчас вечером в садик иду, уже более-менее терпимая температурка. Так, мне кто-то звонит, надо ответить. Вот, казалось бы, спальный район, да, тут вообще должна быть тишина, тишина. Но так много стало машин вообще везде. Мало того, что они во всех дворах понатыканы, они туда-сюда, туда-сюда ездят. И вот, когда люди хотят жить, как бы, подальше от дороги, ну, конечно, это не проспект, но и тем не менее, вот я сейчас чуть дальше там дорогу хотела перейти, они едут и едут, едут и едут. Дворы, казалось бы, да, чего они едут? Ну, вот так вот. Вот такой вот спальный райончик. Так, ну, сейчас, как только начала я снимать, стала говорить об этом, и они уже, их нету, хотела их снять, не вышло. Вот, ну, вот, по дороге идёшь, вроде они туда-сюда ездят. Настя, привет! Привет всем! Всё, собрала я Настю с садика. Я смотрю, вот такая, смотри, какая красивая клумба. Я только сейчас её увидела. Смотри, мне так нравится. Ну, грибочек искусственный, вообще, такие красивые камешки, да? Смотри, что здесь ещё один, хоть какой-то этот упал. А, это такое, что-то стояло, как вазочка. Ну, я смотрю, вообще, вот такие растения мне нравятся, там, разные такие вот симпатичные растения, да? Да, и ёлка. Ну, это не ёлка, это кипарис, это кипарис. А ну-ка, давай я тебя сфотографирую на этом фоне, смотри, вот так вот, встанешь, я тебя так сфоткаю. Вот, всё, сделаю фотку, будет фотка красивая. Ну, ладно, идём дальше. Смотрите, Настя мне, какой магнитик принесла в рюкзаке. Ну, это они с моря привезли, я просила, заказывала. Говорю, давайте мне магнитик подарить и купите там красивый. И в Патуре, вот, на холодильник повешу такую красоту. Да? Будет здорово. Ну, пойдём. Это мне папа такой сегодня раз дал, это, говоришь, бабушке, когда придёт, сразу передашь. Я такая, послушала его и сразу передашь. Ну, ты умница, умница у меня. Пойдём сейчас ещё одну клумбочку посмотрим. А ещё мне вот эта клумбочка нравится, тоже, смотрите, такие вот разные экзотические растения. Ну, я с тобой самая красивая клумба, потому что здесь это... Ну, вот, мне нравится, когда вот высаживают что-то, такие вот разные-разные симпатичные экзотические растения. И такая вот симпатичная получается клумба. Я сколько раз ходила мимо? Нет, это настоящие растения. Сколько раз ходила мимо и всё время бегом-бегом думаю, когда ж я это сфотографирую? Надо сфотографировать. Ну, это колючие, да. Ну, я не знаю, как эти называются растения. Они такие какие-то экзотические. Ой, ну да, как колючечки. Ну, маленький. Такой камешек. Он, я смотрю, на экране не так красиво выглядит, как вживую. И вот тут выложили тоже так всё симпатично. Ну, ладно, пойдём домой. Такой фармой красивый здесь. Да. А ещё, девочки, рябина тут растёт. Смотрите, вот тут один куст рябины, а тут прям вот целое дерево стоит высокое. Рябина. Ну, классно. Ну, да. Тут, видишь, листики лежат. Да. Их, правда, с прошлого года никто не убирал. Идём по этой вот аллейке. С Настей решили пройтись медленно, потихонечку. И рассуждаем о временах года. Я говорю сейчас, вот я тебя забираю всё время в одно и то же время. Раньше ещё солнце палило. А сейчас, так как темнеет раньше, солнышко садится раньше, уже не так жарко. Да. И, Боже, вы замечаете, что вот мы сейчас идём, и вот эти листики, которые падают, а вот видите вот эти листики на деревьях, которые, когда вы ходите, вы смотрите, вперёд видите, они зелёные. А когда они падают вниз, они, кажется, ну, они шутки становятся, и потом они другой свет меняют. Ну, вот как вот здесь, вот жёлтые листья, вот лежат много. Да, да, да. Вот они сначала там на сели, потом они упали, завяли, их никто не убирает. Ну, да. Они такого света стали, как будто уже осень. Ну, это аллейка, она вот идёт параллельно той аллейке, но там вот возле школы люди как бы ходят и там убирают всё. А вот это вот здесь, здесь нету дворника, видимо, и никто не убирает. Палки валяются, и листья валяются. Сто лет никто не убирал. Сто лет? Ну, вообще, листья с прошлого года-то, видишь, лежат. Я не лёжусь. Вот, а вообще так уже, я говорю, Насте уже полмесяца, августа уже прошло, и осталось, в общем, полмесяца до сентября. И уже, уже осень будет, уже лето прошло. Это колючка, дерево. Колючка? Да. Дерево колючка вот такое вот. Это акации. Какие здоровые колючки повырастали. О, какие, смотрите. О! Ужасно. Очень здоровые. А когда ты вот этой здоровой колючкой себе ногу проколола. Да ты что? Реально. Это ужасно. Мы вот, мы вот, смотрите, я вам расскажу эту историю. Я шла. Мы с моим братиком Дэней купались и с папой моим. Мы когда уходили уже, вот здесь был песок, и папа сказал, пойдём босиком. И мы шли босиком. Давай сейчас перейдём тут дорогу, а то тут машина ездит. Так. И там расскажешь. Когда шли с моим папой и с Дэней, и с папой моим купаться. Потом, когда мы уже перестали купаться, папа там сказал, давай мы пойдём босиком. Я пошла босиком, ничего не видела, ворон читала, на людей смотрела. Потом я не увидела эту иголку такую длинную. Такая наступила. Смотрю, я не могу идти. Такая смотрю. А у меня здесь такая иголка такая длинная из ноги. Я такая ору, 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 ору. Такой папа такой прибегает, говорит, да что ты делаешь опять? И он такой раз, такой присел такой на приседке, и такой ногу вытянул. Я такая и думала на носочке. Потом папа меня мочит и говорит, вы моя хорошая, вы моя любимая. Ладно, давай сейчас через дорогу будем идти. Так, мы пришли, руки помыли. Что там? Что это? Я там написала буковками. Что я тебе написала? Настя, это тебе. Да, молодец, Настя. Вот уже читает хорошо. Вот будешь теперь складывать слова. Вот. А тут еще, смотри, есть маркер и лайк. Можно писать на доске здесь, да. Ну-ка, попробуй что-нибудь написать. Возьми, снимай там колпачок. Просто что-то напиши. Молодец. А теперь попробую вытереть, как он вытирает. Видишь, как хорошо вытирает, да? Даже ничего не остается. Да. Ну все, вот тебе бабушка занятия придумала. Спасибо. Вот давай пока что, позанимайся. Я пока свои дела поделаю чуть-чуть. Все, повесила я магнитик вот такой на самое видное место. Самое такое вот прямо центральное место. Ну потому что он большой, красивый такой, блестит. Вот. Ну все, мое пополнение. Так, что мне тут Настя написала? Бабушка. Молодец. Прямо в сердечке. Умница. Моя умничка. Ну давай дальше, чем тебе. Пиши, ваяй, делай что-нибудь. Насте очень понравился бабушкин подарок. И она тут рисует. А до этого ты там кого-то еще собачку рисовала, да? Что-то я видела, ты сидела. Так, это у тебя на лодке кто плывет? Кто плывет на лодочке? Это не на лодочке. А, не на лодочке? Это коврик и гимнастка, да? Ага. Ну все, молодец. В общем, тебе забава, да? Интересная такая. Кстати, на карандаше тоже есть. Да это я знаю. Но это большая, ей же удобнее стирать. Опа! Приветули! Приветули! А смотрите, какой у меня лайфхак. У меня нет тазика. Кстати, я заказала где-то тазик. Или не заказала? Помнишь? У тебя тазик вроде был. Нет, он сломался. Даня на него прыгал. Как Даня повстречать? Так, милочка, милая. Я просто вешай белье. Вот, просто переворачивайся. Иди вешай белье. Умничка, а как чисто, а красиво. К твоему приходу. Как пахнет. Ой. Да. Так, милочка, у тебя мой маленький. Привет. Как здоровайся? С бабушкой поздоровайся. Привет, бабушка, скажи. Ой, как чисто, ой, красиво, и как приятно. Бабушка. Это ты меня встречаешь так. Ой, молодец какая мамуля. Привет, Даня. Привет, Даня. Вот так вот бабушка раз вечерком Настю проводила и приехала проведать Даню и дочу. И посиди с тобой. И иду, посижу с тобой. Доброе утро, девочки мои. Я давно вам не снимала доброе утро вот с этого балкончика, да. Я проснулась, пью кофе. Скоро домой, наверное, поеду. Доброе утречко, мои дорогие. Проснулись, да. Дыня еще не проснулся, только-только встал. Дыня такой, ты же он такой... Перед садиком. Дыня пока просыпается, глазки открывает, мультики смотрит. Да, все, тут болтали с тобой. Да, поболтали. Я сейчас ночью, милочка, да, признала тебя. Милочка признала. Ты встречала из этого, спала всю ночь. Вчера мне плечико облизывала, щечку облизывала. И ночью ты пришла ко мне и спала всю ночь, да. Меня бросили. Да, все, тебя предали. Еду зато сегодня у меня бросила с утра. И вот дела для шестого дня. Ну, потому что я еду не дала. Я ей дала этот корм сухой. Она проигнорила его. Конечно, время мокрого еды. Мокрого еды, все, да. Я уже, девочки, дома. Уже даже постирать белье успела. Сейчас у меня вторая стирка запустилась. Вот так вот за окно вешаю белье. Погодка хорошенькая, солнышко. Но сегодня будет вроде 29 градусов. В общем, когда ниже 30, то это нормально, это терпимо. Посмотрела уже видеоролик. Посмотрела своего блогера Алекса Брежнева. И продолжаю стирать белье. А мне еще позвонила соседка с рынка. Мы с ней недавно разговаривали о свежей рыбе Донской. И вот как бы купить ее. Она поехала на рынок как раз покупать себе рыбку сегодня. Я говорю, ну давай, если там будет Донская, мне возьми. Она купила мне стейки. Сейчас принесет. И стейки из судака. Хочу пожарить давно. Что-то я речную рыбу уже не ела. Уже не помню когда. Зимой, наверное, ела. Прямо уже хочется. Хочется не терпиться ее покушать. Покушать. Слышите колокола? Сегодня, оказывается, яблочный спас. А я не знала, соседка мне сказала. В общем, девочки, я что-то от дочки приехала. Не знаю, я то ли потому, что не у себя спала. Вроде спала нормально. Вроде, когда проснулась, чувствовала себя выставшейся. А сейчас я чувствую, что я бы так преснула. Я сейчас жду, пока белье у меня достирается. Может быть, даже вздремну. И потом только буду стейки жарить. О, соседка уже идет. Все, вот сазанчика мне соседка принесла. Жарю его. Уже не терпится покушать. Сейчас кушаю. Фу, девочки. Вышла я в садик за Настей пораньше. Какая-то собака за мной вязалась. Какого она меня гавкает. В общем, я иду за Настей в садик. Сегодня должна была быть тренировка у нее. Но тренировку отменяли. И тренировку перенесли на завтра. Поэтому завтра тренировка. А сегодня у нас... Что? Настю надо забирать мне к себе. Я ничего, правда, не готовила сегодня. Но у меня есть, что покушать. Там быстренько сосиски есть, макарончики. Там все что сварить. В общем, сделаю. Пасмурно, ужасно. Небо такое серое-пресерое. Дождик должен был пойти еще час назад вообще-то. Ну, может быть, вот-вот пойдет. В общем, сделаю зонтик на всякий случай. И иду. Вот сейчас опять вышла прогуляться. Думаю, свежим воздухом подышать. Опять втопила. Сейчас дорогу перейду. Пойду потихонечку прогулочим шагом. Во, какую Настя красивую косичку сегодня воспитательница заплела. Ну-ка, покажи, Настя. Покажи сверху. Вот хорошо, да? Красиво. Красиво. Молодец у тебя она. Всем привет! Сегодня я вышла с садика и мне заплела красивую косичку. И мне заплела моя, ну, воспитательница. А воспитательница мою зовут Любовь Викторовна. Ну, она молодец. Она тебе частенько заплетает. Такие красивые косички. Она еще малышка, только ее зовут Дарина, маленькая, еще ясенькая, я в ясеньке хожу. Она ее заплела тоже такую маленькую косичку. И она такая маленькая, маленькая получилась. Тренировку у нас сегодня отменили, перенесли на завтра. Да, только у нас теперь в 5 часов начинается тренировка, и 2 часа тренировка вообще. Да это только один день, наверное, так будет. Что-нибудь расскажешь. Еще, вы знаете что-то, у нас 2 ужина каждый раз. Когда мы поспали, мы проснулись, поели. Это полник назывался. Да, полник. Потом, когда мы погуляли, мы еще раз зашли в группу, попили молока и булку съели. И еще я вам хотела сказать, что у меня последний день в том садике. Все, уже с понедельника идешь в садике. Да, когда будет понедельник, я уже пойду в садике. Включили с Настей фильм, американский, но похож на наше приключение электроника. Фильм называется «Волшебное зеркало или двойные неприятности. Германия, 19-й год». Ну, ничего, так можно посмотреть. Так, а сейчас мы сели ужинать. У нас сегодня макарошечки с сосисочкой, помидорчики, огурчики. Вот так. Доброе утро, девочки мои. У меня, как всегда, вечером не хватает сил даже завершить видео и что-то там сказать вам. Сегодня уже утром я хочу завершить это видео. Что я вам хотела сказать, я вспомнила, как называется сериал, называется «Инстинкт», который я сейчас смотрю. Смотрю второй сезон. Это такой, знаете, американский легкий сериальчик, наподобие, может быть, «Менталиста», если кто смотрел. Там самое главное вначале вот увидеть, кто есть кто, да. А потом можно смотреть хоть середины. В общем, там каждый раз расследуют новое какое-то дело. Там этот, как его, господи, уже все слова забыла. Ну, в общем, детектив и профессор. И вот они там, ну, одна, там, две, три серии, они какое-то дело расследуют. Потом новое дело появляется. Ну, такой легкий сериальчик. Я вчера даже под него уснула, потом проснула, днем чуть-чуть вздремнула. И продолжаю смотреть, как ни в чем не бывало. То есть там нету такого, чтобы не потерять сюжет. Но в любом случае, кто любит такие сериальчики легкие, советую посмотреть. Вот. Ну, а что у меня сегодня? В общем-то, сегодня мне надо будет Настю забрать с садика, отвезти на тренировку. И сегодня я хочу заняться этим видео, помонтировать его, посидеть. Сейчас у нас погодка такая легкая-легкая, 21 градус. Легкий такой сквознячок, я дверь сейчас прикрыла. И свежий воздух. Я так вот скучала летом, вообще вот утром как бы духота сразу начинается. Сейчас солнышка нету, но тепло. Легкое дуновение, такой свежий воздух, я в окно выглянула. И просто балдею. В общем, короче говоря, погодка сегодня вроде тоже не жарко. Но дождя вчера не было, он так и не пошел. Хотя должен был. Вот. Ну ладно, погоде да погоде. В общем, девочки, хочу завершить это видео. Сейчас сесть его помонтировать. У меня сейчас просто меньше времени для монтажа, потому что каждый день Настю забираю. Ну и кое-какие другие дела появляются. Но так как я сегодня готовить ничего не собираюсь, Настю у меня сегодня не будет. Поэтому сейчас я займусь этим видео. Его смонтирую для вас, чтобы вы скорее его увидели. А потом следом начну, как всегда, новый блог. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Кто забыл подписаться. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok